Всем привет! В последнем видео я собирала стеллаж на ласточкин хвост и использовала шипорезку. И под этим видео было много вопросов, что это такое и как этим пользоваться. Поэтому сегодня будет видеоинструкция по работе на шипорезке CMT300. Название CMT300 говорит о том, что максимальная ширина обрабатываемой заготовки 300 мм. В комплектацию шипорезки входит сама шипорезка, гребенка для соединения ласточкин хвост в полдерева и копировальная втулка. Для того, чтобы сделать соединение ласточкин хвост в полдерева, также понадобится фреза ласточкин хвост шириной и высотой паза 12,7 мм и углом наклона 14 градусов. А также для фрезера понадобится база для крепления копировальной втулки. Это база из оргстекла с выфрезерным пазом для копировальной втулки. У меня база специально для моего фрезера. Есть в продаже универсальные базы, в которых вы сами высверливаете отверстия в нужном месте. Сборка самого устройства достаточно простая. Устанавливаются прижимные планки, упоры и барашки. Единственное, я хочу обратить внимание на установку упоров. В каждом комплекте с гребенкой идут свои упоры и устанавливаются они на свои конкретные места. Тут несколько вариантов отверстий и нужно быть внимательным при установке. Итак, давайте приступим. В процессе я расскажу о некоторых нюансах работы шипорезкой. Шипорезка крепится на край стола с помощью четырех саморезов. Теперь установим копировальную втулку. Вылет фрезы должен составлять 12,7 мм от поверхности подошвы. На своем фрезере я уже установила упор на 12,7 мм. Но после настройки фрезы все равно нужно проверить высоту вылета фрезы с помощью штангенциркуля. Правильно установить фрезу очень важно, потому что именно этот параметр влияет на плотность соединения в итоге. Соединение ласточкин хвост чаще всего использую для сборки ящиков. Поэтому именно на ящике я покажу, как работать шипорезкой. В изготовлении шипов для ящиков важно правильно разметить заготовку, чтобы потом при нарезке шипов не было ошибки и все соединилось в один цельный ящик. Чтобы разметить заготовки, я раскладываю их на столе, так как они будут соединяться потом в ящике. То есть это четыре стенки ящика. Горизонтальные заготовки я помечаю и хом, х1, х2, х3, х4. В соседних заготовках я пишу у. Рядом с х1 я пишу у1, с х3 я пишу у3. И то же самое на этой заготовке. у2 рядом с х2 и у4. Данная разметка нужна для того, чтобы правильно установить заготовку в шипорезке. Заготовки с пометкой X кладутся горизонтально на шипорезку. Заготовки с маркировкой Y вставляются в шипорезку вертикально. Цифровое обозначение служит для того, чтобы установить правильно к левому или правому упору. Нечетные, то есть 1 и 3 устанавливаются к левому упору. И четные 2 и 4 устанавливаются к правому упору. Итак, я начну с заготовки помеченной X1 и с заготовки помеченной Y1. Заготовку X1 я устанавливаю к левому упору горизонтально. Заготовку Y1 я устанавливаю к левому упору вертикально. Вот таким вот образом. Очень важно, чтобы плоскость торца Y1 и плоскость поверхности X1 были в одной плоскости. Далее притягиваем заготовки друг к другу с помощью прижимов. Также важно, чтобы они плотно примыкали друг к другу в месте соединения. Следующий этап – установка гребенки. Устанавливать гребенку нужно между шайбой и настроечной гайкой. Настроечные гайки нужны для того, чтобы установить метку S ровно на месте стыка двух заготовок. И так все готово для того, чтобы начать нарезать шипы. Если соединение получается слишком плотным и сложно вставить одну заготовку в другую, значит вылет фрезы чуть больше, чем 12,7 мм. И наоборот, если заготовки слишком болтаются, тогда вылет фрезы чуть-чуть меньше 12,7 мм. Как вы видите, на этой шипорезке обрабатываются сразу две детали – горизонтальная и вертикальная. И если позволяет размер заготовки, можно обработать сразу две пары. То есть четыре заготовки – две вертикальные и две горизонтальные. Для этого нечетные заготовки я установлю слева. И четные заготовки X2 и Y2 я установлю справа. И так, после того, как все заготовки нарезаны, можно собирать. Соединение этого угла получилось идеальное, так как и должно быть. То есть торец и плоскость заготовки лежат в одном уровне и оно достаточно плотно соединяется. Далее я хочу остановиться на ошибках, которые могут возникнуть в процессе фрезерования. Ошибка номер один. Как вы видите, в данном соединении фреза была настроена правильно и соединение получилось плотным. Но плоскость этой заготовки выступает над торцом второй заготовки. Это значит, что метка S была установлена неправильно. То есть в данном случае метка S была смещена наружу. Чтобы исправить это положение, нужно внимательно устанавливать метку S ровно на стыке двух заготовок. Если же у вас будет метка S смещена вовнутрь, то соединение получится слишком глубоким и торец второй заготовки будет выступать над плоскостью первой. Как в данном случае. На этом же примере рассмотрим ошибку номер два. Неправильная высота вылета фрезы. И в результате этого получаются вот такие вот щели. Сейчас я объясню почему. Изначально я установила вылет фрезы чуть больше чем 12,7 миллиметров. Произвела фрезерование. Из-за того, что он был больше, получилось очень плотное соединение. Оно не соединялось ручно. Затем я установила фрезу правильно и профрезеровала еще раз. В результате этого получились вот такие вот щели. Поэтому в начале видео я делала акцент на то, что нужно следить за правильностью установки вылета фрезы. На этом инструкция шипорезкой и с гребенкой для соединения ласточкин хвост полдерева закончена. Надеюсь было понятно и интересно. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Также у меня есть вторая гребенка для соединения шип паз. В будущем я ее обязательно использую и расскажу об этом подробнее. А на сегодня все. Всем пока!